Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях Вера Далматова. Вера Далматова – член Совета молодых литераторов Ульяновской области, руководитель Центра чтения Дворца книги. Предоставляем слово Вере Далматовой. Добрый день, меня зовут Далматова Вера. Я родилась 9 мая 1981 года в поселке Кучура Сингелеевского района Ульяновской области. Мои родители никак не связаны с литературным творчеством. Мой отец Далматов Петр Иванович – автослесарь, а мама Далматова Наталья Георгиевна – педагог по образованию, 14 лет отдала работе в детском саду. Литературу я полюбила очень рано. Точнее, не осознавая еще, что это литература, я очень много времени проводила в детской библиотеке в поселке Силикатный. Идя домой после школы, обязательно заходила в библиотеку, она была по пути, и попадала, просто погружалась в какой-то сказочный мир, книжный мир. Он меня завораживал, мне не хотелось уходить домой. Уходила я домой с закрытием. Что меня привлекало? Я не знаю, может быть, желание погрузиться в какой-то волшебный мир, отличный от окружающей действительности. Наверное, так. Я зачитывалась Лингрен различными книжками, которые заставляли меня думать, разгадывать загадки, фантазировать. Совсем недавно у нас была встреча с писателем Дмитрием Захаровым в рамках проекта «Книгомания-2021». И мы уже после творческой встречи пообщались с ним, и он сказал, что в детстве он писал продолжение сказок. Ну, то есть, вот прочитает сказку и пишет ее продолжение. И мне было так интересно, потому что у меня было что-то подобное. Я прочитаю и тут же нафантазирую. Но записывать свои фантазии я начала уже только годам к 11 или 12. А до этого я просто рассказывала свои истории. Ну, какие-то сказки, небылицы. Ну, правда, за это меня часто называли вружкой. Меня это не обижало, потому что я правда, когда я рассказывала о каких-то мирах, о каких-то существах, я действительно в них верила. И мне очень хотелось, чтобы в них верили и те, кому я это рассказываю. И лишь к 11 годам я начала записывать то, что мне придумывается. Это были рассказы. Потом появились рифмованные строчки. Первое мое стихотворение было про мою собаку. Оно было корялое, но это я сейчас понимаю. Но тогда мне казалось, что это такое откровение, такое посвящение лучшему другу, моей собаке. Но более-менее стройные строчки уже были годам к 12, может быть, к 13. И были они о любви и предательстве. Мой дедушка Георгий Баш тоже писал стихи, пытался публиковаться. Но он, почему я о нем упоминаю, он был охотником. И очень часто я от него слышала разные истории. И первое мое вот это стройное стихотворение было про браконьерство. Там была и любовь, и браконьерство. Я, может быть, даже его сейчас попробую вспомнить. Вот по лесу идет олень. Красив и строен. С избранницей своей красавицы лесною Шагают величаво. А птицы над короной Поют куплет венчальный. И не кричат вороны. И в милых все прекрасно, но что-то беспокоит. Как будто бы напрасно весна погоду строит. И тут раздался выстрел. И звук разрезал воздух, звенящий, резкий, быстрый. На милую взглянул олень. Она на мужа взглянула и упала. А рядом кровь и лужа. И потемнел тот день, Когда не знали меры. Впервые те коварные пули браконьера. Я показала это дедушке. Он ничего мне на это не сказал. Ну, просто от него я очень много слышала про браконьерство, про несправедливость. И, видимо, вот эти все разговоры, плюс прочитанный недавно накануне Бэмби, натолкнул меня на такую идею создания такого стихотворения. Потом в школьные годы часто были попытки зарифмовать все, что рифмуется. И это были какие-то стихотворения на школьные мероприятия, поздравления в стихах. Все, конечно, это было несерьезно. Но однажды, уже где-то в девятом, наверное, классе, я рискнула написать сочинение в стихах. Я очень благодарна моему классному руководителю, учителю литературы Солодовниковой Светлане Юрьевне. Она сейчас работает в Ульяновской школе. Она мне позволила это сделать и даже не поругала, даже поставила за это оценку, но показав какие-то моменты шероховатые. После я такой эксперимент больше не повторяла. Писала я очень часто. У меня и проза, и стихи были. К 15 годам у меня уже была целая тетрадка мистических рассказов. Это, наверное, мое увлечение, моя любовь к литературе такой фэнтезийной, сказочной была. Плюс я начала уже увлекаться книгами, произведениями Стивена Кинга потихонечку. Конечно же, огромную роль в моем творчестве играют и классики. И однажды получилось так, что я написала стихотворение, сама того не понимая, а оно было подражанием есенинскому и пушкинскому. То есть это такой как бы гибрид получился. И это стихотворение сыграло злую шутку даже с моей сестренкой, которая случайно на уроке литературы встала и начала его читать. Если я зачитаю его, наверное, вы сразу поймете, о чем идет речь. Вот и дни, короче, стали, пахнет лесом и травой, листья под ноги упали, сверху залиты водой, и не видно ни цветочка, ни травинки нет нигде, лишь горластые вороны отражаются в воде. И осина, и береза потеряли прежний вид, лишь сосна на ветках слезы неизменная стоит. И над грустными лесами грустная взойдет луна, на печальные поля прольет печальный свет она. Завтра только солнце встанет, а луна к себе уйдет, день осенний вновь настанет и по-прежнему пойдет. Ну, вот такие наивные детские строчки рождались у меня тогда. А потом, постепенно, я уже перешла на такую философскую тематику, рассуждение о времени, о его цикличности, о бесконечности времени, о невозможности вернуть миг прошедший. Меня это и пугало, и завораживало одновременно. Так же, как и мысли о космосе, о Вселенной. И очень много у меня было стихотворений, где центральная тема именно время. Время, прожитые моменты, моменты, которые хотелось бы изменить, но уже невозможно. И вот парочку из этих стихотворений я сейчас зачитаю. Однажды мне сказал хороший друг, уйди от повседневной суеты, оставь заботы, и заметишь вдруг тот мир, который избегаешь ты. Шаги замедли в тишине ночи, взгляни на небо, там увидишь звезды. Им некуда бежать, они ничьи, а для тебя однажды станет поздно. Ты ничего не вспомнишь, только бег, а жизнь так быстро в прошлое умчится. Но для того ли создан человек, чтоб пулей мимо жизни проноситься? Такие мысли часто посещали мою голову, что вот мы все бежим, бежим куда-то, хотим все успеть. А при этом мы не видим то, что происходит на самом деле рядом. И это странно, но касается каждого. Чувство вины. Время, постой. Мне не туда, не этот вагон, не те поезда. Я по ошибке, не там, не с теми. Сломайте стены, прочь со сцены, бежать обратно, найти поворот, точку возврата. Неверный счет, назад нельзя, вперед и вдоль, идти, рваться на части. Боль. В душу кричать, в душу кричать, в улыбкой в лицо, затихнуть, забыться, замкнуться в кольцо, до поры, до бунта, до новой волны. Перед собой чувство вины. Есть в моем творчестве и позитивные стихи, и грустные, но все они обязательно о рассуждениях, о жизни, о времени. И я очень люблю природу, очень люблю лес. По одной простой причине. Именно там время словно останавливается, и ты чувствуешь себя свободным от этой гонки, от этой спешки, от этой суеты, постоянных каких-то целей, добивания чего-то, поиска какого-то. Ты приходишь в лес, ты приходишь на природу, на берег реки, и ничего этого не существует. Ничего не существует того, что осталось за пределами этого леса, этого места. И, может быть, поэтому я очень люблю выбираться в загород, очень люблю деревню. И однажды, вот так прогуливаясь по парку, по красной пресне, я присела на траву, и у меня родились такие строчки. Мне шорох листьев навевает сон. Я не спешу, и время не торопит. Свободой дышит ветер в унисон со мной и дарит еле слышный шепот. Сквозь ветви пробираются лучи, щекочут веки, пляшут на лесницах. Трава зеленым морем все молчит. Речная гладь, в ней небо, в небе птицы. Дыханием природы полон мир, душа послушно впитывает солнце. А время на одном дыхании с ним чуть слышно, нервно тикое, смеется. Мы с сестрой часто писали песни. Первые мои строчки, которые складывались, они складывались одновременно с мелодией. И Александр Дашко, когда мы с ним познакомились, первое, что он сделал, он ознакомился с моими стихами и сказал, они очень музыкальны, удивительно, такое ощущение, что они написаны на какую-то музыку. И я тогда созналась, что большая часть из тех стихотворений, которые он читал, они написаны, как раз-таки они родились сразу с мелодией. Происходило это очень интересно, я чувствовала какое-то внутри возбуждение и сразу говорила сестре, Катя, бери листок и ручку, сейчас будем писать. И вот она берет, я напеваю что-то, она записывает. Естественно, потом я ничего не помню, но благодаря ей мы смотрим, что записано, что написано. и вот эти песенки, наверное, были моим толчком к тому, что впоследствии я нашла себе своих соратников, и у нас была даже группа музыкальная, и я туда писала стихи, но этот опыт подарил мне такую хорошую мысль, что никогда песня в том виде, в каком она существует, в музыкальном исполнении, не может стать полноценным стихотворением. Можно взять мысль, можно переделать эту песню, этот текст песенный под стихотворение, но тогда мысль останется, а уйдет атмосфера, уйдет какая-то, ну вот в моем случае так, уйдет какой-то вот стержень, что ли, и я тогда поняла, что все-таки песенное творчество это не поэзия, это песенное творчество. В моем творчестве есть не только стихи, у меня есть еще и проза, и совсем недавно я закончила работу над одним рассказом, сразу скажу, это составная часть, маленькая часть чего-то большого, но не скажу, чего. Сейчас я зачитаю рассказ до понедельника, и, кстати, очень скоро он будет опубликован в журнале Симбирск. Летний день тянулся невероятно долго. До конца рабочего дня оставался час. Николай Павлович Сланцев с грустью смотрел в монитор, подпирая подбородок кулаком. Бесцельно переводя курсор из одной ячейки таблицы в другую, он слышал через открытое окно кабинета, как мимо проезжают автомобили. Кто-то уже едет домой с работы. Везет. И разговаривают люди о том, как проведут выходные, куда пойдут сегодня вечером. Пятница же. А Сланцев работает в субботу, поэтому пятница его не радовала. Он ждал понедельника, потому что в понедельник еще целых два дня он аж челюсть свело от превкушения увидит ее Машу. Девушка поразила его тем, что вообще обратила внимание на него некрасивого очкарика, начинающего полнеть лысеть. Гены по отцовской линии виноваты. Работающего не по профессии, там, куда удалось устроиться через знакомых матери за вхозом в дом культуры, где выходные не как у нормальных людей, а по понедельникам. Должность заведующей, а по факту и швец, и жнец, и дальше по тексту. С Машей они познакомились в интернете, а в прошлый понедельник наконец-то встретились вне сети и долго гуляли по парку рядом с ее домом. Говорили обо всем без разбора, больше говорила Маша, но и Сланцев находил, что рассказать, даже пару раз удачно пошутил. А потом был поцелуй. Когда он, проводив девушку до подъезда, потянулся к ее губам, а она не стала сопротивляться. И хотя поцелуй получился не очень, и даже не совсем похожий на поцелуй, Сланцев был счастлив. И не счастлив одновременно, потому что ей восемнадцать. Она красавица-студентка, вся жизнь впереди, а он давно не мальчик. Отметка тридцать с хвостиком пройдена, и уже много лет у него не было женщины. После того разрыва, даже вспоминать не хочу ту сумасшедшую, он долго не мог прийти в себя. Потом нашел работу, спасибо маме, без нее я бы пропал. Почти забыл тепло женского тела, губ, рук. А теперь он жутко боялся опозориться, когда придет тот самый заветный час. Уже не час, а сорок минут, еще немного и домой. Мама обещала на ужин голубцы. Он сегодня устал, но не от работы, не от бесконечных звонков и писем на электронку, не от контролек из управления с датой выполнения вчера. Теперь, когда появилась она, он уставал от каждой минуты, проведенной вдали от нее. переписывались они каждый день, но теперь этого было мало. Стали необходимы прикосновения, запахи, звуки. То, что Маша появилась в его жизни, конечно, громко сказано, но он расценивал это именно так. В своих фантазиях сланцев приводил ее к себе, когда мамы дома не было. «Да, я живу с мамой, и что?» Там уже накрыт стол, красивые салфетки, свечи, вино. Что там еще выставляют на стол для романтики? Они смотрят кино, беседуют, смеются, танцуют. А потом телефонный звонок прервал ход его мыслей. Звонила она сама, ему. По телу пробежала дрожь, он глубоко вздохнул, задержал дыхание, выдохнул, прокашлялся, отрепетировал спокойное произнесение. Алло? Звонок затих. На экране высветилось уведомление о пропущенном вызове. Сланцев почувствовал, как его охватывает паника. Он не взял трубку. Хотя она знает, что он ей говорил, что телефон всегда рядом, что он всегда ждет ее звонка. Надо перезвонить. Нет, а вдруг она случайна? Она же могла случайно ему позвонить, а потом опомниться и скинуть вызов, потому что звонок, возможно, был срочный по делу, и некогда было бы объяснять, что она позвонила случайно. А если что-то случилось, и ей срочно нужна помощь, и первым, кому она позвонила, был он? Он держал телефон в руках, его ладони вспотели, глаза сверлили, потухший экран в голове звенело. Казалось бы, ну что тут такого? Все ж так просто, перезвони и узнай, чего ей надо. Но нет. Нельзя сейчас упасть и грязь лицом, нельзя показывать слабость, нужно выдержать паузу, все обдумать и сделать единственно верный шаг. Хорошо, что за закрытой дверью никто не видел, как завхоз сланцев. Вставал, садился, прохаживался по кабинету, решительно нажимал кнопки, потом выключал телефон, скидывал голову к потолку, сжимая кулаки. Ну чего ты звонила? Проскулил он себе в ладони, когда раздался стук в дверь и вошла она, стройная, легкая, юная богиня. Николай Палыч, к вам можно? Игриво произнесла она и закрыла за собой дверь кабинета. Лицо сланцева, выражавшее до этого вселенскую грусть, внезапно разгладилось, рот растянулся в улыбке, но онемел язык и слова приветствия слились в едином выдохе. Он говорил, где работает, но даже подумать не мог, что она решит прийти в его обитель боли и страданий. Я освободилась раньше, чем рассчитывала. Теперь мне нужно где-то побыть некоторое время, вот и подумала. Вдруг ты не будешь против? Маша с любопытством осматривала помещение, похожее больше на мини-склад, чем на кабинет. Здесь вдоль стены, по углам стояло и лежало много чего. От пачек офисной бумаги и банк с краской до новогодних украшений и лопат. Мне это временно перенесли, пока на складе этот ремонт. Поспешил оправдаться сланцев. Соврал, конечно. Склад под кружковую работу отдали. Сказали, мол, ты этим хозяйством заведуешь, пусть у тебя и лежит. Я звонила, но ты, видно, не слышал. Поэтому вот так без предупреждения получилось. Вахтерша сказала, где найти твой кабинет. Она перевела взгляд на сланцева и так мило улыбнулась, что сердце мужчин загроготало в ушах. Я так рад, что ты зашла. Чай, кофе, шоколадка есть вроде. Сланцев засуетился, расчищая место на столе заваленным бумажками и обертками от конфет. Но Маша от угощения отказалась. Чем занимаешься? Девушка с любопытством заглянула в монитор рабочего компьютера, отображавшего в тот момент сложную таблицу с непонятными цифрами. Да, ничего интересного. Сланцев вдруг понял, что все в его жизни пресное и скучное, когда рядом нет Маши. Ты уходишь через 20 минут, я знаю, улыбнулась, улыбаясь, произнесла девушка, глядя на настенные часы. За мной скоро приедут, так что задерживать я тебя не буду. Она смущенно опустила глаза. Да ладно тебе, задержимся, если надо. А кто приедет? По-дурацки улыбаясь, спросил Сланцев. Самый лучший мужчина на свете. Услышал он ее ответ, и слух его отключился. Она что-то рассказывала, показывала какие-то фотографии, в телефоне даже смеялась. А Сланцев не слышал и не понимал ничего, только кивал и улыбался. В голове проносилась одна мысль за другой. Таяли мечты о свободной квартире, прогулках под звездами. Он посмотрел на часы. До конца рабочего дня оставалось 15 минут, до понедельника по-прежнему два дня, до Маши. Никогда. Коль. Она вдруг заторопилась. Отец написал, что подъехал, я пойду. До понедельника девушка подошла вплотную к ничего не понимающему Николаю, заглянула ему в глаза и улыбнулась. Он кивнул и перестал улыбаться, почувствовав накативший ком в горле, обняв ее, прижать, не отпускать, мое. На прощание оставил легкий поцелуй на сладко пахнущей щеке и прошептал в шелковые волосы до понедельника. Проводив свою богиню до двери, Сланцев закрылся в кабинете и не выходило еще долго. Его колотила дрожь. Он рыдал. Если бы кто-нибудь спросил его в тот момент, что случилось, он бы не смог дать внятного ответа, но понимал, что все меняется в его жизни, так давно заброшенный и никчемный, меняется прямо здесь, сейчас. И дальше все будет хорошо. Нужно только подождать до понедельника. я желаю всем вам читать хорошие книги, чтобы на вашем пути попадались только хорошие книги, интересоваться творчеством разных авторов, российских, зарубежных, неважно, и творить, если душа этого требует, обязательно творить, не замыкаться в себе и делиться своими чувствами с окружающими. Благодарим Веру Далматову за участие в нашей программе. Мы желаем молодому автору первой книги, желаем новых рассказов, новых стихов и напомним, что рассказ до понедельника выйдет в свет во втором номере журнала Симбирск. Всего доброго вам, дорогие друзья, добра и радости. Симбирск. 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 Субтитры создавал DimaTorzok